Будьте добры, оружие откройте, пожалуйста, на осмотр подъявите. Ежедневно сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы имеют дело с оружием. Работа в этой структуре очень ответственная. Выдавая разрешение на огнестрельное оружие, нужно быть внимательным и эрудированным, чтобы опасный инструмент не попал в руки правонарушителю. 12 февраля 1969 года было сформировано подразделение лицензионно-разрешительной работы. С этого времени мы занимаемся контролем за оборотом гражданского и служебного оружия на территории обслуживания районов. Чтобы получить разрешение на пользование оружием, нужно пройти специальное обучение. Медицинскую комиссию получить разрешение, которое гласит, что противопоказание к владению оружием не обнаружено. Далее подать заявку на госуслугах на получение документа. Затем прийти в отделение лицензионно-разрешительных работ по месту жительства с необходимыми бумагами. Если все проверки пройдены успешно, можно получить лицензию на пользование ружья или пистолета. Но до этого может не дойти. Есть ряд ограничений. Во-первых, это отсутствие гражданства Российской Федерации. Второе, отсутствие постоянного места жительства, то есть регистрации. А также наличие двух и более судимостей, либо привлечения к административной ответственности. Два и более раз. Либо привлечения к административности и ответственности, которые подразумевают в себе административный арест. Какие-то заболевания, собственно. Ну да, медицинские противопоказания, разумеется. Выдача лицензий на оружие – это не все, что входит в работу разрешителей. Также важно контролировать соблюдение закона в области оборота оружия. Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев и как они хранят опасные предметы. Для этого тоже особые правила. Хранить необходимое в сейфе ключ должно быть только у владельца. Ружьи и патроны при этом должны лежать отдельно. Чаще всего подобного рода вооружение приобретают для охоты. Это Симпсон 49-го года. Это я купил как бы по случаю у товарища, он продавал оружие, то есть мне понравилось. С этим оружием хожу только лишь на вальшнепа, то есть на боровую дичь. Этот карабин 7,62х51, то есть нарезное оружие. С ним ходим на кабана и на другого зверя. Этот у нас Бернандели, Италия. С ним ходим на гуся, на утку. Таких охотников в городе Слихвой на учете стоит более 22 тысяч владельцев оружия, которые используют 40 тысяч единиц гражданского оружия. Контроль за таким большим количеством владельцев и их вооружением лежит на бравых плечах росгвардейцев. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова